Мы все ждали и полгода назад заключение на здание СЭС. Вот тех нескольких кабинетов, которые находятся в собственности. Что-то изменилось? Нет, на сегодняшний день ничего не изменилось. Все документы Центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края переданы в Москву. На сегодняшний день они там находятся. И объекты муниципальную собственность на сегодняшний день не переданы еще нет. А что отвечают? То есть мы направили и, может быть, забыли там про наше письмо? Нет, мы с ними регулярно созвонились. Я могу передать вам, с кем мы общаемся, телефоны. Я имею опыт, я хочу забрать взрослые имущества недвижимости, но никому не нужны. Так вот, с помощью администрации я два года этим занимался. Так я заинтересован. До сих пор просто пришел. А в чем дело? То в отпуске, то в больничестве, то один документ. Сроки же должны быть юридические. Сроки все нарушены. Блядь и бога. Сроки нарушены. Потому что даже ответ на наше обращение 30 рабочих. Он должен соблюдаться. 30 календарных. Как и муж. Может быть, письмо в надзорные органы тогда сделать? Нет, нет. Давайте мы вам информацию все предоставим. Хорошо. Каким образом это делается. Потому что у нас в городе много людей, заинтересованных в покупке этого здания. Порядка пяти человек обращаются. И одно же здание. Мы одно помещение продали. И остальные помещения мы можем продать любым гражданам. То есть у собственника нет права, что он остальные именно купит. Их может купить кто угодно. Елена Ивановна, еще один момент по этому зданию. Вы были там, осматривали. То есть в каком оно сейчас состоянии? Тот, кто купил часть здания, там в надлежащем или все содержится? Там или все в надлежащем состоянии. Оно с каждым днем становится все хуже. В дом зданиях же есть в части здания. Там вот его часть хотя бы в надлежащем состоянии. Ему сложно часть второго этажа вот эту именно содержать в порядке. Потому что он заколачивал и делал забор порядка шестеро. Мы когда продавали, приватизировали, в план приватизации включали, то говорили, что мы как раз этим самым обеспечим там вот безопасное место. Что там будет достаточно, ну, пристойно все это выглядеть. На сегодняшний день я там была, буквально на прошлой неделе. Ну, как-то не очень радостная картина там все равно выглядит. Может быть, все-таки попросить. Шесть раз делал, может быть, перед зимой стоит еще раз посмотреть. Мы туда бюджетные деньги тратить не можем? Я говорю сейчас в том, что собственники, которые часть здания просим. Просим это делать. Чтобы делали, мы еще раз не поговорили. Потому что если вы подключитесь к этому вопросу вместе с нами, то я завтра встречаюсь, я поговорю с вами. Продолжение следует...